ДАВА ДЫМ И я наконец-то понял, что надо сделать этот выпуск, чтобы было меньше вопросов, но сразу поясню некоторые моменты. Этот список я составлял из своих личных убеждений, своих личных интересов и своей личной субъективности. Если у вас есть какие-то варианты кальянов до 5000 рублей, которые вы считаете, что они реально крутые и их можно курить, то welcome в комментарии пишите, потому что зрителям тоже будет интересно почитать, какой кальян можно купить до 5000 рублей. Но я решил пойти немного дальше. Я сделал несколько категорий. Это первая категория и самое главное, это кальяны до 5000 рублей. Вторая категория кальяны до 8000 рублей. Третья категория кальяны до 12000 рублей. Все кальяны я сделал выборку из сайта Ошиша. Почему я выбрал только один сайт? Объясню. Дабы не метаться из сайта в сайт и не нарываться на такой момент, что где-то кальян стоит 4800, а где-то 5200, и он уже не входит в эту категорию, было решено форсить только один сайт и всю информацию убрать с него, и это сайт Ошиша. Так что давайте. И первую категорию у нас открывает кальян из Новосибирска с названием Крафт Джинджер Гипси. Я снимал на этот кальян выпуск, я его полностью юзал, я его проверял, и в нем я нашел как плюсы, так и минусы. Что касается плюсов, это полноценный кальян, имеющий свой эстетический вид. Второй плюс, он полностью курибельный и курится он достаточно хорошо. Третий, он полностью разборный. Что касается его минусов, это капролоновое основание, либо полициталь, либо инженерный пластик. Нет металлических резьб, поэтому вы металл вкручиваете в пластик. А также хлюпкая декоративная часть, выполненная из алюминия. Цена своих денег он стоит. Второй кальян, который бы я порекомендовал до 5000 рублей, это механика. Это мой самый любимый кальян с моделью STMA. Это более-менее упрощенная модель, без всяких декоративных вещей, но при этом кальян все равно остается более эстетичным и выглядит как-то поинтереснее, нежели чем обычные палки. Из его плюсов простота, долговечность, хорошая тяга и хорошие свойства курения. Третий кальян, это всеми любимый, всеми известный и сейчас хайпующий кальян, это Noob Unique с моделью Junior. Довольно-таки хороший кальян, я его лично тоже юзал, мы его даже разыгрывали, но обзор я на него не снимал. Из его плюсов много расцветок, он интересный, он качественный, он долговечный. Что я считаю вполне адекватные деньги за Noob Unique Junior. Следующий кальян, он очень маленький, очень удобный и очень компактный. Также из Новосибирска и также от Крафта. Это Крафт Джинджер Нано Блэк. То есть есть разные расцветки, но это самый маленький кальян на российском рынке, который у меня тоже есть. И он продается в максимальной полной комплектации за 4 940 рублей. Из его плюсов маленький размер, компактность, полная комплектация, курительные качества и самое главное, как в нем все это интересно собирается. Ветеран кальяностроения Российской Федерации. Родом из Краснодара под названием U4 Rush. Это одна из новых моделей компании и у меня на него тоже был обзор. Он комплектуется моделями как Rush и как Spike. Но в данном случае мы рассматриваем Rush, потому что это максимально дешевая модель. Из плюсов данного кальяна заключается в том, что также полноценный кальян, имеющий эстетический вид, имеющий хорошие показатели во время курения, но при этом его цена 4900. И тут мы вкладываемся в категорию до 5000 рублей. Это все кальяны, которые я смог выделить полноценно в этой категории до 5000 рублей. Повторюсь, если у вас есть какие-то кальяны, которые вы знаете, а не лучше тех, которые я назвал, я скажу вам так, что это субъективно мое мнение. Вы же можете свое мнение написать в комментариях и другим зрителям будет их очень интересно почитать. Переходим к следующей категории до 8000 рублей. Все так же берем всю информацию с сайта Ushishi и здесь уже кальянов намного побольше и гораздо уже интереснее будет все это вам рассказывать. Первый кальян в категории до 8000 рублей это кальян горький с моделью Woody Baby Slim. Довольно-таки новая компания на российском рынке, но о ней уже говорят многие. Из плюсов скажу вам, это хорошая сборка, полный эстетический вид, напоминающий чем-то Madpear, что-то более знакомое. Простота в сборке и хорошие показатели во время курения. Следующий кальян в категории до 8000 рублей это также мини-версия, максимально компактная, которую можно брать везде с собой. Кальян ESS Big Johnny. Да, здесь есть доля сарказма, потому что ничего в этом кальяне Big'а нет. Он максимально маленький, он максимально компактный. Из плюсов, как вы сами поняли, он маленький, он компактный, его можно везде брать с собой. Он очень хорошо сделанный, его очень интересно курить. Следующий кальян практически не имеет минусов и я бы с удовольствием купил его себе, но у меня такой уже есть. Это кальяны HOOP Mars Mini. Компания HOOP зарекомендовала себя как очень качественный производитель, который всегда на связи с производителями и делает реально крутые вещи. Из плюсов он маленький, он круто курится. Из минусов, в принципе, минусов в этом кальяне нет. Геометрия Little Bro Steel 2. Кальян от компании Геометрия, имеющий декоративную вставку из нержавейки. Хороший кальян с хорошей интересной продувкой, легко собирается и очень круто курится. Основание на любителя, форма на любителя и продувка на любителя. И куда же в категории до 8000 рублей без кальяна от компании MacLeod с моделью Zen Leon. А кальяны MacLeod делятся тоже на три категории. Это дорогие пиздец, средние и очень дешевые. Это кальяны Zen. Они выполнены из также пластика, но имеют крутые декоративные вставки и, конечно же, охуительный эстетичный вид. Это младший братишка хороших дорогих кальянов. Но до 8000 рублей цена вполне адекватная за данный кальян и его внешний вид. Панда. Всеми любимая панда от компании S-Steel с моделью Window Black. Как вы знаете, панда зарекомендовала себя очень хорошо. Из плюсов интересный дизайн, полноразмерный кальян, очень интересная система продувки. Из минусов та же самая система продувки, потому что были отзывы о том, что она залипает и бывает, что работает не совсем правильно. Следующий кальян, который мне тоже очень сильно нравится, это Bodo с моделью Mini. Есть Bodo Big, а есть Mini. Вот Mini самый топчик и из его плюсов простота, хорошие курительные качества, размер. Из его минусов немного незамысловатая декоративная часть шахты с радиатором. Кому-то она полноценно не нравится, но при этом кальян достаточно хорошо курится и его цена 7700. Также и в эту категорию попали кальяны от компании HOOPS моделью Go-On. Это достаточно премиально выглядящий кальян, полноразмерный, с крутым дизайном и прикольной минималистичной вставки. Из плюсов это реально охуительный кальян. Из минусов он немного проблематичный за счет своего размера. Цена 7520 рублей. Так, ну и закрыли мы категорию до 8000 рублей вот таким вот большим количеством кальянов. И у нас следующая категория до 12000 рублей. Здесь уже такие прям мощные тяжеловесы, которые прослужат вам очень-очень долго. И здесь я буду говорить только про плюсы, потому что минусов как таковых в этих кальянов нет. Именно прям каких-то критических. Просто есть какие-то минусы, которые кому-то не нравятся. Но собраны они очень качественно, поставляются в очень крутых упаковках. И их реально интересно будет вам коллекционировать. Любимчик всей молодежи. Вова Мамаев с моделью Mamai Custom Callover. Он входит в категорию до 12000 рублей. И если бы чуть-чуть, чуть-чуть, он бы входил в категорию до 8000 рублей. Ведь кальян не очень сильно дорогой. Из его плюсов прикольный дизайн. Максимальное количество разных расцветок. Можно прям экспериментировать. И Вова Мамаев их сделает абсолютно под вас, как вы захотите, если сделаете предзаказ. Интересный дизайн в виде кайловера с пружиной, либо просто говоря, амортизатора. Хорошо курица. Интересный дизайн. И самое главное, он из Самары. И Вова их очень любит для вас сделать. Следующий кальян от компании Darkside. С моделью Zenith. Полностью из нержавеющей стали. И очень-очень тяжелый. Комплектуется в прикольную коробочку. И это Darkside. По курительным качествам средняя тяга. Охуительный вид. И прекрасно служит в работе. И очень-очень долго вам прослужит. Возможно, даже переживет вас. Ну и, конечно же, как в этой категории быть без самого главного хедлайнера. А еще, если он расписан каллиграфией. Это кальян Alpha Hooka Artist Florida. То есть, данный кальян довольно-таки интересный. Всеми полюбившийся кальян года. Маленький, с интересной продувкой. С охуительным дизайном. И все его хотят, и все его любят. Поэтому вы получаете какую-то индивидуальную модель с прикольной каллиграфией. Ну и куда же в этой категории без наших украинцев с моделью Karma 1.2. Из плюсов этого кальяна это охуительное блюдце. Хорошо обработанное дерево. Тяга чуть ниже средней, что дает хороший насыщенный вкус во время курения. И сопротивление, чтобы вы чувствовали, что вы курите. Очень спорный кальян под названием Pandora Silver Edition. Довольно-таки минималистичный. Выполнен в металлической окраске, стильненький. И Pandora себя тоже зарекомендовала как хорошие, общедоступные кальяны. Поэтому заходите в описание. И там есть ссылки на все эти кальяны. Уже приценивайтесь, рассматривайте. И думаю, какой-нибудь из кальянов вы сможете себе точно выбрать. Любимчик всех кальянчиков из Нижнего Новгорода. Это кальяны Union. И в данном случае я выбрал модель Comics Deadpool. Довольно-таки интересная модель. Яркая и, самое главное, надежная, красивая и выполнена в очень интересном стиле. Но есть маленький минус, который бы я озвучил. Это мне просто не нравится, как туда вставляется шланг. И снова Краснодар. И тут как же без этого кальяна от Саши Ноахули с моделью Hooligan. Самая первая модель в черной расцветке собирается в биту и очень полюбилась хулиганом. Из плюсов. Дизайн, сборка и качество материалов. Вот мы и закрыли кальяном Hooligan нашу категорию до 12 тысяч рублей. Если у вас здесь деньги, то выбирайте любой кальян, который захотите. Их очень много. Начиная от дорогих кальянов Маклаудов, заканчивая Вуками. Между ними возможно купить кальяны Avion. Кальяны от компании Душа, которые выпускаются лимитированными версиями. Если у вас есть деньги, то вы можете купить себе абсолютно все. Но самое главное, не покупайте эмики в бриллиантах и в декоративных камнях. Поэтому вот такая вот моя личная подборочка кальянов, которые бы я вам порекомендовал. Да, я еще раз повторюсь, что есть куча других кальянов, которые могли войти в данные категории. Но я их не рассматривал, потому что я смотрел только на те кальяны, которые есть на сайте Ошиша. Также вы можете написать в комментариях свои кальяны, которые вам нравятся. И не забудьте упомянуть их категорию. Поэтому, ребятки, всем большое спасибо. Обязательно поставьте лайк. Также у меня проходит конкурс в инстаграме. Осталось буквально один день и проходит конкурс на ютубе под видео, где я обозреваю новый продукт от компании DarkSide Shot. Там у вас есть возможность выиграть SRT-пак от компании DarkSide с новой линейкой Shot. Поэтому участвуйте в конкурсах. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. Это был Давадым. Субтитры сделал DimaTorzok